У людей всегда должен быть доступ к местным властям. Это аксиома, но не реальность. Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Касым Жомар Тукаев, президент Республики Казахстан. Совсем недавно вышла новость, что глава Костанайской области сменил сразу шесть акимов в регионе. Но по сути Архимед Мухаммедов просто перетусовал свою колоду акимов. То есть почти каждый остался при своей должности акима района или города. Просто их поменяли местами. Например, в городе Аркалык теперь работает бывший аким Амангельдинского района. Поэтому, чтобы понять, справляется ли Амирхан Асанов с должностью акима, мы приехали в Амангельдинский район, где он проработал почти три года. Вот здесь местные жители наверняка знают, хороший он аким или не очень. Сразу при въезде в районный центр стоит огромный билборд с портретом президента. Интересно, ведь сам Касым Жомард Кемелевич объяснял, цитирую, «не нуждаюсь в такой пропаганде». Тем не менее, возле фотографии главы государства надпись гласит, что акимы должны поднимать уровень жизни местных жителей. И действительно, с зарплатой и трудоустройством здесь не особо. Многие работают просто в магазинах, которых здесь пруд пруди. Работают охранниками, продавцами, грузчиками. Мы приехали в Амангельды в день последнего звонка у школьников. Пообщались с выпускниками. Вопрос. Хочешь остаться здесь после школы или хочешь уехать в город? Уехать. Почему? Почему здесь не останешься? Нечего делать здесь? Работы нет, да? Да. То есть собираешься в город, да, уехать? Да, да. А вообще любишь свою деревню? Да, люблю. А чего не останешься? По всему райцентру мы видели много мусора. Посмотрите сами. Местные говорят, что где-то недалеко сделали свалку для твердобытовых отходов. И чтобы сдать мусор, нужно заплатить 4 тысячи за тонну. Как-то очень многое считают местные. Люди даже в Акимат ходят жаловаться. Но власть оказалась не в курсе. Подождите, что значит вы слышали? Вы не знаете, какие у них цены? Я знаю, да. Какие у них цены? Кузов, за кузов. А подождите, человек хотел сдать твердобытовые отходы. Строительный мусор, правильно? Сказали ему 4 тысячи тенге за тонну мусора. Нет, полторы тысячи. Сейчас можно запросто поехать. Ну, человек врать не будет? Ну, я не знаю. Теперь к позитивным моментам. Они тоже есть. Наконец-то делают капитальный ремонт в школе, где его никогда не было. Собираются развивать туристический потенциал. Проехав буквально 30 километров от райцентра, можно увидеть чудо природы. Такие барханы объединенных Тургайских Эмиратов. В самом райцентре восстанавливают, устроят новое жилье и даже бассейн. Обещали торжественно открыть его ко дню защиты детей. Хотя местные дети сами, кого хочешь, защитят. Что еще скажешь нам? Стой, стой, пожалуйста. Не надо, не надо. Стой, стой, пожалуйста. Не надо, не надо. Я тебя умоляю, прошу. Стой, стой, стой. Я уйду, я уйду, 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 все. Теперь давайте вернемся к нашей изначальной миссии. Спросим у местных жителей, что они думают про своего бывшего Акима, который сейчас ушел работать в Аркалык. Скажите, пожалуйста, как он, как Аким, только честно? Хорошо работал или плохо? Хорошо работал. Почему вы так считаете? Ну, он много чего сделал. Например? Ну, здесь бассейн, он молодежный, вот, Жастар Саябага. Все это он, да, построил? Да, 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 все это он. Хороший? Хороший. Неплохой. Честно? Честно. А что он сделал? Он сделал, вот, вот, бассейн сделал. Я работаю же, сопроволить. Так. Бассейн, за бассейном может? Да, да. Поэтому он хороший. Он первый открывается же этот. То есть за бассейн он молодец? Да. Как им, честно скажу? Отличный. Отличный прям? Отличный. Почему вот все говорят, что он? Ну, он, знаете, дороги сделал. Так. Он инфраструктуру, как говорится, делает. Ну, как говорится, все нормально. А что еще нужно? Ну, много чего нужно. Как считаете, хороший был Аким? Хороший. Почему? Он сделал на трассу, на школе. Ивроремота. Сделал он, да? Да. Это его заслуга, да? Да, да. То есть вы считаете, ему плюс можно ставить? Да, да, да. У нас все очень хорошо. Аммангиль развивается. Вот недавно Аким приехал. Хороший. Новый или старый хороший? Старый хороший. А новый? А новый я пока что не знаю. А почему старый хороший? Ну, потому что он построил этот парк, центр. Жастер парк. Поэтому он хороший? Да. А дороги построил? Да, дороги построил. То есть он хороший? Его здесь все любят, да? Да, да. Как считаете, хороший Аким был? Я хорошо был. Почему? Что он сделал? Суд артил. Угу. Постоянный. Хорошо был он. Почему? Что он сделал? М? Что он сделал? Все, все сделал. Все, что нужно? Да. Например? Можете перевернуть? Вот растерянный в Аман-Гильде. Есть школы новые все. Работа есть. Кто не жалуется. Все есть. Пода есть. То есть вы считаете, что он был хорошим Акимом? Да. Хороший был Аким? Хороший. Ну, я, 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 я. А как считает молодежь, хороший был Аким или нет? Да, хорошо. Почему? Потому что он сделал, красиво сделал все, город. То есть стал Аман-Гильде красивым после этого? Честно так считаешь? Да, да. И только мы подумали, что это таким чуть ли не святой, нам повстречалась девушка, которая с ее слов вынуждена была отправить своих детей в интернат, потому что Акимат отказывается ей помочь. То есть в Акимат выходили, объясняли, они не помогли, да? Нет, не помогли. Не помогают. Говорят, типа, мы бы вам помогли, но так как у нас многие там в очереди стоят. Ну, скорее всего, я думаю, они, наверное, там братьем, слатьем, там пихают и все. Понятно. Вот. Вот если вообще в целом брать Аким, который у вас был, он сейчас вышел в Аркалык, но он у вас здесь почти трех года работал. Как считаете, работал он? Ну, не работал. Не работал? Тоже не работал. Сидел на одном месте. Почему так считаете? Ну, потому что все боятся, никто к нему не подходит. Теперь возвращаемся в Аркалык, чтобы найти бывшего Акима Амангельдинского района. Оказалось, что многое за то, что благодарили Акима жители, было сделано и построено за счет бизнесменов. И новое жилье, и тот же бассейн, известный меценат за свой счет, сооружает. Тем не менее, Аким считает это своей заслугой, хоть говорить с полной грудью об этом не хочет. Это предприниматели помогли? Помогли предприниматели. Скажите, пожалуйста, вот не только этот момент, вообще в целом, то, что помогли предприниматели за эти годы, пока вы там были, как вы считаете, это ваша заслуга или предприниматели? Ну, давайте я не буду, я буду в этом вопросе скромен, я не буду отвечать на этот вопрос. Моя заслуга или не моя заслуга? Ну, я считаю, что это все-таки, ну, наверное, заслуга предпринимателей, которые доверили средства этому общественному фонду, и мы использовали его эффективно. Тем не менее, Вы третьим за Вашей заслугой сказали про этот дом, который построили предприниматели. Какие инструменты у Вас? Вы угрожаете, Вы с ними дружить пытаетесь? Как у Вас получается, чтобы столько денег предприниматели выделили? Угрожать сейчас это не разговор, потому что бизнес защищен государством. Вы знаете, да, президент сам в ежегодном послании об этом напоминает и говорит, поэтому это не 90-е годы, чтобы угрожать. Убеждаю, разговариваю. Также жители хотели спросить у Акима про освещение. Почему после 12-ти выключают освещение? В районе? В целях экономии? В целях экономии, почему? Я считаю так, вот район, сельскохозяйство. Поэтому до 11-12 часов, я думаю, достаточно для того, чтобы провести свое время личное. А после надо отдыхать, утром надо вставать. Разные же ситуации бывают. Если человек возвращается поздно, а темно, опасно же? Не считаете? Нет, не считаю. Вот такой он, господин Асанов. Будет ли он так же эффективно работать с предпринимателями в Аркалыке, посмотрим. Если получится, то и в городе. Про него года через три будут так же тепло отзываться. Не знаю, как бизнесмены, но рядовые жители точно. А на сегодня это все. Следующий выпуск у нас будет из Наурзумского района Кустанайской области, в котором мы расскажем про нынешнего Акима Амангельдинского района. Субтитры создавал DimaTorzok